Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите музыкальную программу «Канон». Я, ее ведущий Александр Крузе, приветствую вас. Сегодня мы продолжим беседовать с музыкантом, поэтом, композитором, писателем Олегом Нестеровым. Олег Нестеров – российский музыкант, продюсер, писатель, лидер московской группы «Мегаполис». Родился в Москве в 1961 году. Учился в школе с углубленным изучением немецкого языка. После школы поступил в Московский электротехнический институт связи, который успешно окончил в 1983 году. По окончании института работал инженером-электронщиком на Международной телефонной станции в Москве. Три года учился в московской студии музыкальной импровизации. В 1985 году стал вокалистом и автором песен группы «Елочный базар», которая позже была переименована в «Мегаполис». Конец 80-х – расцвет творчества группы. Широкую популярность коллективу принесли песни «Москвички» и «Рождественский романс», на которой были сняты видеоклипы. В середине 90-х группа некоторое время проводит в Германии, где дает много концертов и записывает пластинку. В 1997 году Олег Нестеров попробовал себя в роли продюсера. К слову сказать, достаточно успешно. Под его чутким продюсерским оком сформировались и успешно себя зарекомендовали такие исполнители коллектива, как «Маша и Медведи», популярный грузинский коллектив «Гзавреби», «Евгений Гришковец» и многие другие. С 1998 года Олег Нестеров является руководителем собственного звукозаписывающего лейбла «Снегири-музыка». Помимо музыкальной деятельности, Олег Нестеров является педагогом во многих престижных столичных вузах, где ведет курс продюсирования музыкального проекта. С 2006 по 2012 годы был ведущим телепрограмм «По волне моей памяти», «Золотой винил» и «Люди времени» на канале «Время». Олег Нестеров – автор двух литературных романов. В настоящее время Олег Нестеров и группа «Мегаполис» активно гастролируют в рамках собственного крупномасштабного проекта «Из жизни планет», в котором проза, музыка, стихи, инновационные технологии настолько тесно переплетены, что можно смело говорить о рождении нового языка, общении артиста со зрителем. Итак, обо всем поподробнее побеседуем сегодня с Олегом Нестеровым. В предыдущей программе Олег, давайте немножечко отойдем от темы планет, но, скажем так, улетим недалеко. Я имею в виду вашу работу «Небесный Стокгольм». Так хочется назвать «Небесный Иерусалим». Вот что это? Это антипод своего рода? Это антипод, это другой полюс, вы абсолютно, в общем, правы. Москва в начале 60-х мечтала превратиться в «Небесный Стокгольм». Это такой антипод «Небесному Иерусалиму». Но почему Стокгольм? Почему Стокгольм? Политически так сложилось там. Вы знаете, это же шведская модель социализма. Все мы знаем ситуацию, когда в конце 20-х годов вот этот вот шведский социализм, демократический социализм, в основе у них и христианские идеи у этой партии, которая сколько лет была у власти. То есть это верх толерантности, верх терпимости, верх гуманного отношения к людям. Ну, то есть то, что построила Швеция, то, что построила Стокгольм, то, что сделало вот шведов самыми богатыми, самой богатой страной в мире, если посчитать на душу населения, когда Хрущев приехал, это его была последняя зарубежная поездка летом 64-го года в Стокгольм, он вдруг увидел чудо – изобилие. А изобилие – это одна из двух составляющих построения нового общества, творчески преобразующего мир. Построение материальной базы изобилия и воспитание нового человека. И это дает сочетание нового коммунистического общества. Рождение у Турки. На самом деле достаточно зайти просто в известный мебельный магазин шведский и увидеть эту модель. Да. В маленьком ее. В маленьком. И Хрущев увидел изобилие, к чему Москва заходила слева, а Стокгольм пришел справа. И он приехал в Москву и начал говорить абсолютно крамольные вещи. Многое, в принципе, уже планировалось. Принятие новой конституции, ограничение сроков у власти, суд пристя, сяжных, ограничение правкарательных органов, отмена паспортной системы, открытие границы. Но, приехав из Токгольма, Хрущев сказал, товарищи, не будем идиотами, покупаем лицензии, как японцы, к примеру. Вот китайцы меня обвиняют в буржуазном перерождении. Я хочу, чтобы это свершилось при моей жизни, сказал Хрущев с трибуны Пленума. Именно в Стокгольме он понял, что нам нужна, например, двухпартийная система. Эта мысль, это где-то 64-й год, да, получается? 64-й год лета. И поэтому небесный Стокгольм, такой город, столица, государство с идеальным общественным устройством. Конечно же, это и утопия. И мой роман где-то во второй части, ну, может быть, даже в середине, ровно наполовине, где эта химера небесного Стокгольма начинает постепенно рушиться. И мои герои понимают, что всё внутри. У каждого из них своя дорога. Мои герои – молодые люди, которых взяли в Комитет государственной безопасности, который в то время был сильно реформирован, там три четверти служащих было уволено, и нужны были свежие молодые ребята, которые просто бы, ну, выполняли важную для Родины какую-то функцию. У них задача была определённая, они... Ну, может быть, я не буду раскрывать карты, или, может быть, раскрыть... Ну, мы почитаем, да. Да, почитать карты, вот. И каждый из них понимает, как ему быть дальше, потому как в конце концов каждый понимает, что, ну, по крайней мере, главный герой понимает, и мы его оставляем с пониманием того, что, конечно же, небесный Иерусалим... Ну, в книге «Небесный Иерусалим» побеждает небесный Стокгольм, собственно, если кратко. Так должно быть. Потому как, знаете, любая попытка построения такого идеального общества, она всегда кончалась миллионами душевных катастроф в истории человечества. Всегда это было так, потому что, как говорил Бердяев, мир соткан из неравенства, свет от тьмы отделился через неравенство. Собственно, любой творческий акт, как тот первый творческий акт, из чего, собственно говоря, это тоже неравенство. И требование равенства – это требование возврата к изначальному хаосу. И социализм с любым лицом, ну, по Бердяеву, это плохо, мягко говоря. И эпоха величайших неравенств, как эпоха Возрождения, она рождала гениев. И, ну, собственно, об этом говорят, спорят мои герои. В общем, там атмосфера 60-х. И я готовился, в течение семи лет собирал материал, копался в архивах, встречался с людьми, ездил в поездки. И, в общем, собрав вот этот большой исторический материал, я написал текст. И, в общем, с одной стороны, это, конечно, роман, но с другой стороны, это все-таки немножко даже нон-фикшн, потому как у меня 100 страниц примечаний. И даже эти примечания я сделал такой путеводитель по роману, это активные ссылки, небесное СЕ, прочитав роман, или во время чтения романа можно просто открыть экран монитора и здесь еще видеть... Мультимедиа какая-то, да? Ну, мультимедиа, вот эти активные ссылки, именно первоисточники, фотографии, большие статьи, ну, то есть это тоже, как и «Жизнь и планет», ну, конечно, все проще. А не будет реализовать это в кинематографе, проект? Ну, вы знаете, он будет реализован. У меня уже купили права и... Такое интуитивное. Да, и будет снят, я надеюсь, будет снят сериал. Так вот, из «Жизни планет» и «Небесный Стокгольм» есть какое-то ощущение ностальгии и грусти. И в то же время вы позволяете себе подумать, что было бы, если бы. Но, как известно, история, она не знает сослагательного наклонения. мы с вами живем в настоящей реальности, которая, на мой взгляд, тоже насыщена интересными событиями. Вот, как вы считаете, на какие вещи сегодня нужно обратить внимание, чтобы спустя полвека люди не сожалели о нашем с вами времени, о нашей эпохе? Вы знаете, история повторяется. И в «Иво жизни планет» и в «Небесном Стокгольме» там все о нас сегодняшних. Это все для нас сегодняшних. Я уже сказал, что «И жизни планет» это не ретруха, это вдохновляющий просветительский проект для нынешних 20-летних, которым пора исследовать путь предков и... Исследовать это время, да, исследовать это время, идти дальше, идти дальше, вдохновившись, но тем, что сделали те 20-летние. Но не наступать на грабли. Но не наступать на грабли. Наших предшественников. И, собственно, «Небесный Стокгольм» тоже такая штука. Ответ на... на... извечный вопрос, как реагировать на то, что происходит вокруг. Как я отвечаю на вопрос о том, почему в моих проектах нет каких-то политических оттенков и так далее. Но я могу вспомнить Гёте, который сказал, что художник не должен становиться политиком. В ином случае, он тогда должен принимать чью-либо сторону и автоматически перестать быть художником. Интуитивно как-то я ответил на вопрос так, что все социальные явления, общественные явления, которые нас окружают, это всего лишь проекции, да, на экран того, что происходит у человека внутри. И мне очень важны лампочки. Я работаю именно с лампочками. И задача художника работать именно с лампочками. И Небесный Стокгольм это про лампочки. Не важно, что действие происходит в течение 60-х. Это, в общем, не совсем сага про 60-е. Это книга, которая очень полезна современному человеку. Ну и, кстати, то, что она в топах продаж и в республике в магазине, или в магазине Москва, подтверждает о том, что этот роман нашел свою молодую аудиторию, которым очень интересно, что на самом деле было тогда. Вы знаете, Александр, мы же умудрились взять все худшее от социализма и все худшее от капитализма, когда вот все рухнуло, и в этой пене пожить пару десятилетий. И современный молодой человек, слава богу, начинает задавать себе вопросы. А что важного было тогда? Что я могу взять оттуда? Как я могу двигаться дальше? Потому как стереотипами все наелись, что здесь все плохо, там все хорошо и так далее. Нет. Мы сегодня много очень говорим об эпохе 60-х. Помимо того, что там много было побед, действительно люди жили с каким-то ощущением свободы, непонятно, насколько она была мнимой или реальная эта свобода? С формальной точки зрения свобода была, ну, весьма условна. Но, с другой стороны, страна пережила войну. Иммунная система нашего народа закалилась, получила ту долю антихрупкости, неведомую до сих пор. Мы получили удивительного человека, который управлял страной, недооцененного. Конечно же, памятник абсолютно верно говорит о его двойственной природе, черной и белой. Это памятник Энста. Хрущева, да, Энста неизвестного. Но, тем не менее, это не просто кукурузник, который бил башмаком. Хрущев, да, он не очень образованный человек был, но он впитывал все, как губка. У него был очень практический ум. Он много ездил по миру и привозил все самое интересное, и старался привить это здесь. Он даже говорил такие нелепые вещи. Ну, такой энтузиаст-романтик был. В чем-то. Это человек, который мечтал, чтобы наш народ наконец после войны зажил по-человечески. Каждый вдруг почувствовал перспективу, свободу. И такая получилась реакция второго порядка, Н-квадрат, о которой говорил Капица в своем последнем интервью. Ну, это такая штука. Квадрат суммы участников не просто 1 плюс 1 плюс 1 и того 250 миллионов человек, а квадрат суммы участников. По такому принципу работает атомная реакция за счет множественных обратных связей. А тогда именно наступила эпоха, короткая эпоха множественных обратных связей, когда началась жизнь, когда перекрестное пыление, химики вдохновляли физиков, лириков и так далее, когда футболисты, космонавты, когда и свобода, и перспектива. В 61-м году, когда мы принимали программу построения нового общества, которое бы творчески преобразовывало мир, представляете, какая это великая задача. Построение нового общества, которое будет творчески преобразовывать мир. Но, с другой стороны, вспоминая то десятилетие, нельзя в свете православия вспомнить довольно мрачные события. Это вот черная сторона хрущевских гонений на церковь. Когда в результате, в общем-то, когда, собственно, в общественном понимании пойти в храм может быть только такая отсталая и далекая бабушка в платочке. Все. Все как бы контекст приобрел именно вот такой характер. Это потом, когда пошел... А то время как-то отразилось на вашей семье? И вообще, какое место вера занимала тогда и сейчас? Тем не менее, как всех крестили, так и крестили. Меня покрестили в Крапивне. Это толстовские места, в общем, Тульская область. Вот. Меня покрестили в полгода, несмотря на то, что отец мой был, в общем, начальник цеха, коммунист и так далее. А тогда это сообщалось, правда, да, 1962 года это все начали сообщать. Поэтому, слава богу, я в 1961 году-то, может быть, и проскочил, хотя, может быть, и отец, в общем, и не обратил бы на это внимание. Вот. Но весьма долгое время, собственно, я был нормальным советским школьником, и об этом... Не задумывался. Вообще не задумывался. Ну, как и большинство, подавляющее большинство советских детей. Это потом, опять же, через музыку стало приходить. И, как сказал Шнитке, в 20-м веке во многом сущность мироздания можно понять именно через музыку. Когда вы осознанно пришли к пониманию того, что мы не одни? Что на нами Бог? Я даже помню этот момент. Это был 88-й год. Я иду с своим приятелем по Каренинскому проспекту. Тогда это там было кафе «Метелец», и был какой-то рок-концерт. И тут темно уже, пустынно. На свечу двое людей подходят, молодых. Оказались два швейцарца. Вот. Мы коротко общаемся. Перестройка, там, всё. И они говорят удивительные вещи. На меня смотрят, говорят, ты знаешь, а вообще скоро Христос войдет в твое сердце. Ну, я иду на рок-концерт. Какой Христос? В какое сердце? Ну, я пожал им рук, и мы пошли. А потом, через полгода, я ехал в поезде, в плацкартном вагоне из Витебска в Нежин. Ну, какая-то такая была у меня ракада со съемок фильма на какой-то концерт. И я просто помню тот самый момент, когда, ну, инициация, когда просто что-то на меня снизошло, и жизнь моя переменилась. У меня произошел такой переворот. Что-то стало совсем неприемлемое, что-то, наоборот, открылось. И это стало прослеживаться в музыке. А музыка, мы уже сказали в начале нашей передачи, что это тень Бога. Задача, в общем, любого искусства замедлять, помогать человеку замедляться и настраиваться на эту волну, как, например, молитва. И посмотрел хороший фильм «Неделю у тебя в душе гармония». А значит, у тебя силы. И значит, у тебя все в жизни вдруг начинает получаться. А значит, ты счастлив. А душа воплощается именно для счастья. И счастья, за счастье, конечно, каждый из нас в жизни должен бороться, проходить через испытания. Какие вот происшествия, как, цитирую вашу песню, «Откроет ангел книгу происшествий», познакомиться со мной. Я напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях был Олег Нестеров. Олег, к сожалению, наше время эфирное подходит к концу. Хотел бы вас попросить сказать несколько добрых, напутственных слов телезрителям канала «Союз». Дорогие мои, почаще смотрите на небо и улыбайтесь. С Богом. Спасибо, Господи. Мы с телезрителем подготовили для вас небольшой подарок. Мы хотели бы подарить вам икону образ Пресвятой Богородицы Феодоровской Божией Матери. Пусть она защищает ваш домашний очаг, помогает вам. Большое спасибо. Благодарим вас за эту встречу. Спасибо большое. Продолжайте радовать нас с вами интересными, глубокими проектами. И храни вас Господь. Спасибо. Спасибо. Вы смотрели еженедельную музыкальную программу «Канон». Я ее автор и ведущий Александр Крузе прощаюсь с вами. Увидимся через неделю на телеканале «Союз». Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok